Авраам Рабу своему старшему в доме его Управляющему всем, что бы у него было Положи руку твою, под стебно моё И клянись мне, Господом, Богом неба и Богом земли Что ты не возьмёшь сыну моему Исааку Жены и дочерей Хананеев, среди которых я живу Но пойдёшь в землю мою, на родину мою И к племени моему И возьмёшь оттуда жену, сыну моему, Исааку Раб сказал ему, может быть Не захочет женщина идти со мной в эту землю Должен ли я возвратить сына твоего в землю Из которой ты вышел Авраам сказал ему, берегись Не возвращай сына моего туда Господь, Бог неба и Бог земли Который взял меня из дома отца моего Из земли рождения моего Который говорил мне И который клялся мне, говоря Тебе и потомству твоему дам сию землю Он пошлёт ангела своего перед тобою И ты возьмёшь жену, сыну моему Исааку оттуда Если же не захочет женщина идти с тобою в землю сию Ты будешь свободен от всей клятвы моей Только сына моего не возвращай туда И положил раб руку свою Под стегну Авраама Господина своего И клялся ему всём И взял раб из верблюдов Господина своего Десять верблюдов и пошёл В руках у него были также Всякие сокровища господина его Он встал и пошёл в Месопотамию В город на хоро И остановил верблюдов в дне города В колодезе воды под вечер В то время, когда выходят женщины черпать воду И сказал Господи, Боже, господина моего Авраама Пошли его сегодня навстречу мне сотвори И милость с господином моим Авраамом Вот я стою в источнике воды И дочери жителей города Выходят черпать воду И девице, которой я скажу Наклони кувшин твой, я напьюсь И которая скажет мне Пей, я верблюдам твоим дам пить Пока не напьются Вот так, которую ты назначил рабу твоему Исаку И посему знаю я, что ты творишь милость С господином моим Авраамом Еще не перестал он говорить в уме своем И вот вышла Ревека, которая родилась Отва фуила сына милки и жены на хора Брата Авраамова и кувшин ее на плече ее Девица была прекрасна видом девок Который не познал муж Она сошла к источнику Наполнила кувшин свой И пошла вверх И побежал раб навстречу ей и сказал Дай мне не спить Немного воды из кувшина твоего И тотчас спустила кувшин свой на руку Свою и напоила его И когда напоила его, сказала Я стану черпать и для верблюдов твоих Пока не напьют совсем И тотчас вылила воду из кувшина свою Пойла Побежала опять колодезью почерпнуть воды И начерпала И начерпала Для всех верблюдов твоя Человек тот смотрел на нее С изумлением молчаний Желая уразуметь Благословил ли Господь Путь его Или нет Когда верблюды перестали пить Тогда человек тот взял золотую серьгу Весом полсикля и два запястья на руки ей Весом десять секлей золота И спросил ее и сказал Чья ты дочь? Скажи мне Если в доме отца твоего места нам ночевать Она сказала ему Я дочь Вафуира Сына Милки Которого она родила на хору И еще сказала ему У нас много соломы и корма И есть место для ночлега И преклонился человек тот И поклонился Господу И сказал Благословен Господь Бог Господина моего Абраама Который не оставил Господина моего милостью своею Господь прямым путем привел меня К дому брата господина моего Благословен Господь Игра Питание Девица побежала И рассказала об этом в доме матери своей У Ревеки был брат именем Лаван Лаван выбежал к тому человеку, к источнику И когда он увидел серьгу И запястье на руках у сестры своей И услышал слова Ревеки сестры своей Которая говорила Так говорил со мною этот человек Кто пришел к человеку и вот Он стоит при верблюдах у источника И сказал ему Войди Благословенный Господом Зачем ты стоишь вне Я приготовил дом И место для верблюдов И вошел человек Лаван расседлал верблюдов И дал солому и корму верблюдам И воды умыть ноги ему и людям Которые были с ним И предложено было ему пища Но он сказал Не стану есть Да коли не скажу дело своего И сказали говори Он сказал Я раб Абрамов Господь весьма благословил Господина моего И он сделался великим Он дал ему овец и валов Серебро и золото Рабов и рабынь Верблюдов и ослов Сара Жена господина моего Уже состарившись Родила господину моему Одного сына Которому он отдал все Что у него И взял с меня клятву Господин мой Сказав Не бережены сыну моему Из дочерей хананеев В земле которых я живу А пойди в дом отца моего И к родственникам моим И возьмешь оттуда жену Сыну моему Я сказал господину моему Может быть Не пойдет женщина со мною Он сказал мне Господь Бог Пред лицем которого я хожу Пошлет с тобой ангела свою И благоустроит путь твой И возьмешь жену Сыну моему Из родных моих И из дома отца моего Когда будешь ты свободен От клятвы моей Когда сходишь К родственникам моим И если они не дадут тебе То будешь свободен От клятвы моей И пришел я ныне К источнику И сказал Господи Боже Господина моего Авраама Если ты благоустроишь путь Который я совершаю То вот Я стою Источника воды И дочери И дочери Жителей города Выходят черпать воду И девица Которая выйдет почерпать И которой я скажу Дай мне испить немного Из кувшина твоего Которая скажет мне И ты пей И верблюдом твоим Я начерпаю Вот жена Которую Господь назначил Сыну Господину моего Рабу своему Исаку Посему знаю я Что ты творишь Милость Господином моим Авраамом Еще не перестал я Говорить в уме моем И вот Вышла Ревека И кувшин ее На плече ее И сошла К источнику И почерпнула воды И я сказал ей Напой меня Она тотчас спустила С себя Кувшин свой На руку свою И сказала Пей И верблюдов Твоих я напою И я пил И верблюдов моих Она Напоила Я спросил ее И сказал Ща ты дочь Скажи мне Она сказала Дочь Вафуила Сына Нахорова Которого Родила ему Милка И дал я Сергией И запястья На руки ее И преклонился я И поклонился Господу И благословил Господа Бога Господина Моего Авраама Который Прямым путем Привел меня Чтобы взять Дочь Брата Господина Моего За сына его И ныне Скажите мне Намерены ли вы Оказать милость и правду Господину Моему Или нет Скажите мне И я обращусь направо Или налево И отвечали Леваны Вафуил И сказали От Господа Пришло это дело Мы не можем Сказать тебе Вопреки Ни худого Ни доброго Вот Ревека Пред тобою Возьми ее И пойди Пусть будет она Женою Сыну Господина Твоего Как сказал Господь Когда раб Аврамов Услышал слова Их Да поклонился Господу До земли И вынул Раб серебряные вещи И золотые вещи И одежды И дал Ревеке Так же и брату Ее И матерь Ее Дал богатые подарки И ели И пили Он и люди Бывшие с ним И переночевали Когда же встали По утру То он сказал Отпустите меня Я пойду Господину моему Но брат ее И мать ее Сказали Пусть побудет С нами девица В ней хотя бы Десять Потом пойдешь Он сказал им Не удерживайте меня Ибо Господь Благоустроил Путь мой Отпустите меня И я пойду Господину моему Они сказали Призовем девицу И спросим Что она скажет И призвали Ревеку И сказали ей Ты пойдешь Не с этим человеком Она сказала Пойду И отпустили Ревеку Сестру свою И кормили Цуи ее И раба Абрамова И людей его Мы благословили Ревеку И сказали ей Сестра наша Да родятся От тебя Тысячи тысяч И да Владеет Потомство Твое Жилищами Врагов Твоих И встала Ревека И с ушанки ее И сели на верблюдов И поехали За тем человеком И раб Взял Ревеку И пошел И Исаак Пришел Из Баэрлаха И Раи Ибо жил он В земле Полуденной При наступлении И вечера Исак Вышел Поле Поразмыслить И возвел Очи свои И увидев Вот И тут Верблюды И века Взглянула И увидела Исака И спустилась Верблюда И сказала Рабу Кто этот человек Который идет по болью Навстречу нам Раб сказал Это господин мой И она в села Покрывала И покрылась Раб же сказал Исаку Все Что сделал И ввел ее Исак Шатер Сары Матери своей И взял Ревеку И она Сделалась Ему Женою И он Возлюбил ее И удерживался Исак Печали Пасали Матери своей Редактор субтитров